Сотрудники мэрии экстренно покинули здание. Причины эвакуации им не объяснили. Изначально предполагалось, что поступило сообщение о минировании, но эту информацию не подтвердили в правоохранительных органах. По словам вице-мэра Андрея Котляра, антитрухановцы пообещали сжечь здание мэрии. Кроме того, в пресс-службе гурсовета опровергли информацию некоторых наших коллег из интернет-изданий о том, что в мэрии проходят обыски. Отмечу, люди в камуфляже там дежурятся вчерашнего дня. Как выяснилось, это бойцы АТО, которые вчера приехали в Одессу на микроавтобусе с полтавскими номерами. Вначале их задержали, но после установления личности отпустили. Также возле гурсовета вновь появилась палатка. На ней написано, что это выездная приемная народного депутата Народного Руху. Но ради какой идеи ее поставили возле гурсовета нашим корреспондентам, не смогли объяснить люди, которые находятся в палатке. Вот она, стартная, не снимает. Мы не снимаем. Вы просто объясните, какая у вас позиция, честь чего, за какую идею вы боретесь? Так, рано. Рано. Идеи, идеи. Ну ничего не то, а ничего не дали. Я иди. Прокомментировал акции протеста возле Одесской мэрии и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Я человек, который знает, что такое ставить на мет. Есть правило Луценко номер один. Когда ставишь на мет, думай, как из него выйдешь. Ставь на мету, которую ты можешь достигнуть, а не просто плати по 100 гривен в день для того, чтобы твоя акция проросла в бомжетную. АПЛОДИСМЕНТЫ Это мае усвідомить человека. Я не могу его за это разогнати, потому что каждый имеет право на протест или поддержку. Я просто хотел бы, чтобы мы все вместе научились толерантности и просто людям помогать. Послушайте, вы хотите пикетировать Труханова? Это ваше право. Но вот здесь, в какой-то форме, чтобы на бульваре могли приезжать туристы. АПЛОДИСМЕНТЫ